как узнать волю божью о себе ну если бы мы волю божью узнали о себе какая воля божья мы бы не молились да будет воля твоя а мы непрерывно повторяем то есть мы ее не знаем мы только просим об этом будет по исполнению и мы должны принять и благодарить бога а так чтобы как написано было то 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 с тобой будет я хочу что ты поступил ты поехал туда и такого ну может кому-то отдельно бог дает да и павел не знал он и касса пошел туда дух не допустил туда никак наконец явился македонянин во сне даже павел волю эту не знал не знал и христос молился будет воля твоя по человечеству просил да именует меня щас я но впрочем не я на твоя воля да будет никак ее не узнаешь узнаем только в доверии нашему господу когда мы за все бога благодарим в этом его воли и воли отца есть то нет той воли чтобы кто-то погиб все направлено к спасению а вот сегодня что выбрать брак или безбрачие а по писанию жениться не жениться а тут кровать 7 глава 1 послание коринфянам неженатый заботится о господнем а женатый как уходить же ничего не понятно какой выход тут даже никаких толкования не надо незамужняя заботиться о господнем если она заботиться они выглядывают в окно не рискать не ищет жениха в чат рулетки она господнем заботиться а замуж не как угодить мужу я всегда говорю в скобочках напиши никогда ему не угодишь как он ей прямо определенно сказано ты к этому боку клонись это все прогорит и не вспомнишь дети растут дети неверующие профукали жизнь прокрутились проворовали до проблудили а теперь сидят только и шушукается у меня есть это 6 старущих у подъезда стихотворение такое вот узнать волю божию надо ли надо жениться не надо но если не можешь воздержаться женись если так это уже вместо золото серебро на серебро никто не выбрасывает златоуз говорит если даже золото не может взять ну понятно что апостолы павел что не можем иметь жену к сестру как все по посылу то нет но я один поэтому мне никаких преград нет и мне не надо думать как обуть одеть школу повезти встречать не надо библию подмышку и пошел как серопе он делал мне нужно знать конкретно как бывает жениться не жениться очень часто спрашивают вопрос этот стоял первых у нас не жениться однозначно а если не можешь лучше жениться а тут уже смотри а какого где выбрать тебе выбирать то не надо ты сам никакой а хорошую душу загубишь у мусульман хорошо если ты блудник бери только блудницу на девченице не имеешь права жениться очень хороший закон а это какую работу избрать христианину ну и это где работать ты знаешь три работы самое важное то что было брою какая хранение сельскохозяйство то что относится к пище человек жертву приноси лавили уже все это у них было и понятно пропитаться соя без одежды могу жить летом долго если там тепло а без еды ты не проживешь значит первое работу искать туда где возрождается земля в деревне вот сразу в деревне езжайте 21 тысяча сел разрушенные пишите устав свой тем более обращайтесь к нам у нас уже опыт есть чего начинать надо какие у какой устав сколько людей как со школой как с храмом мы все это можем уже ответить у нас не было опыта сегодня опыт как миссионерская поездка я все выписывал про поездки заехать в эти швеции какие там собакой и целую тетрадь переплел а когда поехал знание эти мне не помешали но и не помогли а почему мы молились у нас все было по-другому все что я в интернете взял все правильно это там такие требования приедешь там твои все эти которые есть справки по собаке даже все это бесполезно польши там мыши не заезжать лучше польши ничего не видел во всей поездке прям сразу раз границу перемахнули все я говорю о таможне и дороги хорошие но много денег берут там дорога настроиться как греки и вот здесь точно так же второе это прикрыть тело бог сдал им одежду а тащить текстильная промышленность мы надо где-то укрыться пещер на всех не напасешься это строитель все что касается стройки уметь надо делать и где-то вот три специальности которые жизнь нашу делает возможное продление ее сады садить надо там пшеница но все остальное что для желудка есть и животных всяких птиц разводить пчел это сколько поприще ты безразмерно и открыто спрашивает какая воля воля бога отца то чтобы мы подражали первым людям а то сейчас а я на компьютере работаю и что это за работа все ты там делаешь половиной просидел проиграл я думаю это нарочно это писатель должность такая какая-то какая должность а тот научился дирижер руками махать а еще из этого как один кучер везет федор ивановича шаляпина но обернулся горбарин видит одеты так а кем ты работаешь кант пою я говорю спрашиваю кем работаешь а то пою мы все поем когда выпьем шаляпин как вроде это дело показал вот такое несерьезное отношение к пению но какой серьезно это покажет а работа то а то усложение кого-то в деревне никто не будет платить за то что поешь от обездельники здесь сегодня опубликовали средняя зарплата какая у священников бывает у архиереев почти до миллиона которая насколько больше чем чиновники получают там депутаты там 500 тысяч а у меня 8000 141 рублей 33 копейки и живу сытые обуты обед одеты надо экономным быть раз а потом благодарить бога за любую работу ни от какой не отворачивается грязная работа а где еще ухаживать за стариками за больными за детьми где-то это необходимая работа но где строить надо праздновать ли 9 мая надо смотреть священное писание относительно праздновать никаких мирских празднований быть не должно никаких выборов для верующего не существует все это обман ты мирской человек и а зачем ко мне к верующему и во свете библии во свете библии я с первую очередь вижу что ты безбожник и она тебе разговаривать не о чем зачем это мне чего праздновать какая победа над кем у нас по дьявол только один а врагов любите врагов ваших возлюбили армия которая там 6 армия паулюса здесь было кто вышел то с какой процент дальше ты посмотри прочитаю маленько ты увидишь как обращались с пленными свои которые в плену были вернулись 10 лет каждому считай кавказский пленик льва николаевича толстого когда у нас плена бежал как они его обнимает кашей кормят колодки сбивают с него но всегда так и было всегда были так и в этой войну было и а это нет даже от него не зависело плену были я навернулся все там специально смержно прошит и сразу в лагерь там 10 лет от был теперь пошел свои лагеря безумно все безумно жестоко сатанинская власть бог попустил ее это антивласть была я буду праздновать ее почему гитлер да и на украине везде встретили прибалтика к освободителя потому что никакой гитлер то не делал что делали свои и тогда обсуждение и осуждение где грань давайте они близки друг другу библия так говорит рассуждение осуждения они близки к друг другу если ты не знаешь где поэтому никак не касайся никого это нужна мудрость рассуждению обсуждения мы избираем лучше поэтому такой-то поступок мы рассматриваем избираем доброе героический поступок летчика испытатель этом кого-то мы можем взять пример вот это рассуждение рассуждение полезно рассуждение слова суд выносим приговор ему не спастись все вот на мне я не знаю сколько я не могу назвать число но огромное число священников просто не знаю как они перейдут мытарство они все поносят что слышат и они опровергнуть не могут а просто псевдо лже псевдо лже а дальше это сатанисты вот такие слова у них идут а дальше переходит уже всякую границу бог отнимают у них все они ничего не понимает а пупела смотрят и и мне не вернуться и не познать лучше бы не познать путь правды не познать они не то что там сучок бревно они не верующие какое бы слово не сказал вот это говорю о как тогда наши дети там защищали до родину и они будут говорить а почему они не верующие и поэтому с этой позиции надо все рассматривать есть вера или нет если веры нет то вопрос кончился для него хоть как сделаю будет делать напротив если спросил до этого ты не знал теперь ты знаешь как и не делаешь теперь ответственность безответная осуждение обсуждения на суд все это в аду это то другое ко мне приходит ну вот смотрите к примеру я знаю о человеке что он пьяница я говорю вот он пьяница он если таким останется он попадет в ад я его осуждил этим самым и от вывода подтвердили написано пьяницы старости божия не наследует первое послание апостола павла коринфянам прямо об этом говорит пьяницы сарте божия не наследует я это подтвердил я даже некая смотреть на него я вообще говоря пьяница а этот который же пьяница и венец из-под него река течет все теперь применяйте к этому если он не обратиться он в аду уже горит и посчитай что это у просто с другими обсудил с другими говорю чтобы как бы длим им для назидания чтобы они знали да это будет осуждением их такое какое пьяный и ты говоришь вот пьяница как ему тяжело он не может выбраться если он не покаяться в аду будет писание об этом говорит конкретно господь с ними разговаривал когда и показано что они делают вы моей внешность чаши в внутренности очистите и тогда увидите как внешне очистить осудил их хрисос или нет они осуждены он прочитал приговор который они уже вынесли себе этот вопрос даже не столь сложный как любят где-то судить чего не знает это у веры кушнир об этом говорится не суди о том чего не знаешь вот плетется по дороге нищий ты о нем от жалости рыдаешь он же пряжет нож за голенищем не суди о том чего не знаешь что душа суровая у брата ты его за это осуждаешь у него с душами как аквата вот так куплет и показывать есть ли святой дух у протестантов ко мне приходит на занятия у разное там и были иеговисты кого только не было но и баптисты а как вы считаете записка мне стена записками и она кафедре что у баптистов есть дух святой или нет я говорю на какой день как на какой день ну вот они уверовали сегодня вот зашел человек забрел баптистский дом я беру так а баптиста пока ну и призывает кто хочет покаяться он вышел покаялся я раскаюсь что я делал верю что христос умер за за мои грехи принял его и он чувствует облегчение принял его или не принял господь я спрашиваю ты иисуса признал как господа конечно ты веришь что ты лицо второй троицы он бог и бог истинный да конечно а написано никто не признал не назовет иисуса господом как только духом святым все кончилось духом святым значит дух святого коснулся на этой ступеньке обнял его наполнил его этого баптиста но он дальше не идет дальше надо в церкви быть он этого не знает и он остается на задворках это да всякое доброе даяние вот мусульмане там бывает там немцы геи которые помогали даже пленным от бога от бога написано всякое доброе даяние от отца светов все авторитетное слово и такой вот ответ нужно давать вот два места писания которые дают нам твердость и после меня кто-то придет через сто лет или там десять лет также ответит поднимут мои книги также ответят в каждой книге открытым оком а их у меня 33 тома 30 в бумажном варианте у вас они есть я ссылок делаю около трех тысяч ссылок в одном томе на библию у них нет являются ли иконы идолами сейчас один зашел вот только что и говорили ну я не православный то другое спрашивает про пятидесятников я говорю вы из их среды наверное там ну вот так это видно не хочет сказать я говорю вы знаете что они иконы не имеют до иконы и дал и так ну да ну давай это рассмотрим так как же толкует по своему нет я толковать не буду иисус изгнал из гра из храма торгующих ты в это веришь ну так написано давай на сто процентов мы одинаково понимаем или толковать будем что он нет он просто крышу развалил их придавило крышей нет он выгнал храме он ничего не сломал хорошо а он сказал домой дома молитвы наречется вы его сделали вертепом разбойников он сказал домой ну да так его дом или нет запишем дом храм домом назвал моим дом да а если его это дом то капище это или храм если это и дал это так а пища понимаешь рассуждение какие должны быть простые простые так ну да а какой-то храм был там были изображению иконы откуда они я спрашиваю были или не были вопросы задавать 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 к богу не ко мне не знаю это храм соломона там было где соломона 2 2 параллель поминут 25 глава говорит что он разрушен был вы еще совсем не считаете писание это а ну да ну да ну да но в вавилоне то когда рука писала по стене они сосуды из храма вынесены блуднице пили из них губок то сказал в эту ночь ну и что ну да ну а второй то храм как называется уже не знает игру за рвовели в за рвовели иисус сын ясидеков они построили а где это написано языки или 41 глава 17 стих и как сделать бог дал проект игорь сделай резные изображения внутри и снаружи от пола и до потолка это а изображение икон по-гречески икона икона это изображение значит христос пришел в дом свой в котором было полно икон а у вас нет и вот тут капище то у вас а не у нас ваша вера говорит как оглобля на которой запрягает ни одной веточки зеленой нету ну и дальше уже в разговор пошел ты веришь в это ну давай толкуй по-своему христос дал указание сделать изображение христос пришел были они там или не были тогда ты храма не его дом но если его дом значит было так как проект был показано проект 41 глава языке или ну да ну а дальше ты рассуждая вы хулики вы богохульники из святотации его сразу провел по всем местам эти по-своему толкует каждый толкует по-своему давай про храм расскажи ну да скажи что там было молчок ну до свидания вот весь ответ делать ли прививки нет не делать они смертельно опасны они делают женщин девушек бесплодными они прививают свои болезни которые замедлением могут сыграть через несколько лет доверься богу никогда не делать любыми путями прячь детей где угодно не давай абсолютно категорически против об этом в интернете много роликов стоит который это показывает рассказывает последствия этих прививок зачем не надо ничего нету а придет болезнь никакая прививка не поможет елиста калмыкия сделали какие-то уколы шприцы все запечатаны и четыреста семьдесят пять ребятишек спидом заразили спидом ну и что так и не давать я убегал когда в школе было тогда я еще еще не знал я просто убегал я внутренне чувствовал этого не надо делать ну какой там мне десять лет было или не было я потихоньку в дверям дверям дальше рванул и все они пришли на дом искать а меня дома нету я за огород и в канаву залег там и лежу на врачи то еще из другой деревне там где с района уехали я вылез оттуда партизану можно ли христианину заниматься спортом телесное упражнение мало полезно а благочестие на все полезное имея обетование благ будущих настоящих и будущих павел говорит он не сказал бесполезно но мало полезно большой спорт категорический противопоказан а вот дома где-то ну где в городе потому что делать нечего а у нас староста у него там 36 крупного рогатого скота напоить все на принести навоз выкинуть тебе достаточно вот тебе у тебя все работает суставы ты гнешься поднимаешь тащишь спотеешь все у тебя есть это спорт да вот надо ухаживать чтобы была скотина ехать деревне не толочься в городе каждый день у тебя будет разминка стоит ли толковать сны а зачем сны трех видов от бога дьявола и от забот житейских с перееданием от бога тогда когда видишь там крест распятия на сто процентов от бога мы и тогда не толку и янка стян говорит что помолись или пропусти мимо господь предупреждает о какой-то опасности может быть об аресте и прочее а другим с нам вообще никак не прилагайся никак не толкуй не думай и убери господи от меня это это 34 кажется глава у стирахов говорит сны это верящий с нам то что обнимающий тень вот и все весь ответ и наполняется мечтами сердца как у рождающий еще ничего нет еще не родила уже кем он будет если рассказ про лутонию такой какой-то было его лутония лутония это такой полудебильный мужик живет везде так он не женился а думал и как-то не получилось у него и он погреб залез а там матица на которой пол лежит и смотрит там ржавый топор он когда-то там работал и забыл и потом не нашел и он теперь сидит и смотрит на топор да если бы я женился а сынишка то полез бы сюда то топор бы упал на него да он в голову поранил да что я наделал и заплакал не сына нету никого нету вот так человек рождающий еще не родила уже плакать начинает кем он будет вот так в каких случаях обращаться к врачам разумный человек не будет отказываться врачам это пишет серых об этом кажется 38 глава или наоборот у них вот и га в этом говорит иной раз и в их руках бывает успех ибо они молятся бога сегодня не может не молиться у меня свою своя установка после 60 лет в врачам не обращаться без нужды счета заболела там где-то как-то да организм отмирают еще спрашивать зачем лезть и пусть лечат молодых которые разбились на на машинах обгорели пожарники кота спасали других тут и нужно необходимо ну явно дело что там аппендицит воспалилась необходимо если бы операцию это сразу сделали мы считаем это серафим роуз у него заворот кишок был и он бы остался живой но врача не было жили где-то далеко пока дошло дело уже воспаление вот так мне известно поэтому у меня у нас в общине есть виктор андреевич он патолога на том краевой больнице и что надо скажет когда спросит как да все хорошо а бывает кто-то заболел там помогает устроиться в больницу краевую больницу трудно добраться а через него мы привыкли так уже так что лишний раз не мельтешись к врачам не лезь а то бывает так боль а боль а боль что если рак там кишечника или что-то да так но боль то ушла а процесс то продолжается дальше то еще куда идти ну ладно сделали обезболили ничего не изменилось это анасис который женился на вдове кеннеди джона кеннеди а у него огромный миллиардер у него огромный флот перевозят из других стран там по 150 тысяч сразу или больше даже не нефть и вот он заболел а в наследниках сын кажется погиб одна дочь у него все и в то же время никого его спрашивают вас самое большое желание какое горит надмор сходить безболезненно рак прямой кишки и он умирает дочери оставляет все она начинает наркоманить выходят замуж за простого моряка советского русского разводятся а у нее одна дочка то и нету теперь эту сопровождают туда-сюда она идет и везде они ее сопровождают два охранника словам право и слева она минуты не может пройти где-то чтобы не охраняли ее а можешь не уберешь нет не уберешь как джуна давиташвили хранила своего сына то его зарезали где-то парной или как называют сауна вот и все нет если господь не охраняет напрасно бодрствует страж он захороняет и и все я в своей жизни убеждался в этом не как умно все я могу рассудить сделать как надо не как они как нельзя вот как валанта рассуждается с берлезом то смерть дана внезапно это не кирпище пойдет тебе голову отрежет а кто комсомолка комсомолка а у жанушка масло разлила вот и весь сказ поэтому для нас везде и масло разлитое а господь провел другой дорогой я прошел мимо не зная даже у меня в деревне один был с кем и вместе паша постанова на квартире жили и он старше меня на два года учились у а учился почему-то на год позже меня отставал моими учебниками а брат у него поликарп узнал что и его бабушки мы приходили там приносили что-то он еще пойдешь и я тебя там убью ну дурак я теперь той дорога не стал ходить только уехал ну маленько прошло время мне сообщает а поликарп умер как умер он такой неаккуратно был у него все это солидоле в мазуте по гусени сошел ну и подсказнулся матушка-то раздела уже аннушка масло-то и он упал и ребра которые сломались они воткнулись там в печень куда все и он умер и все меня никто не ловит я опять той дорогой хожу так что ни на что не надо смотреть доверяйся богу как ему угодно я так прожил никогда к врачам не лез но операция нужна у меня три грыжи от больших тяжестей носил три грыжи позвоночные там одну делали и врач хороший профессор и он к нам в потеряевку приезжал я ему книги подарил когда приду он там подойдет и сфотографируемся довженко кажется димитрий андреевич профессор теперь я говорю вот я хотел бы когда операцию делали заснять а почему не сказали а тогда эти видеки были кассеты такие мы бы засняли что интересно борода мешает а сейчас трубку вводят наркоз в рот такое как шланг противогаза вот такое напоминает но я говорю я не буду тогда делать операцию уйду домой мне бороду зачем ну ладно мы это сделаем так все оказывается можно сказал и и теперь они меня усыпили теперь что делаете я ничего не знаю ни боли ничего в это время вижу я в потеряевке в нашем детском лагере солнечный день ребятишки сидят там где играют в теннис и какие-то светлые светлые юноши такие им что-то говорят стоят и такое лучше зарно от них и а я в сторонке стою смотрю и сердце прямо обомлела от радости ну лагерь свой вижу то от бога не от бога я ничего не знаю и вдруг слышу разговор оказывается врачи подошли меня я в реанимации лежу открыл глаза вы видите нас игру вижу он мне ногу щипит больно где или нет они не знают перерезали или перерезали они там которая там выползла выперла то не резали а там нервы возговорить необычное устроение там два ствола должно идти два отверстия у вас одно одно у меня скучное все и поэтому уже такая быстрая реакция идет вот так и я груз чувствую все я слышал что это отнимает разум но если мысленно начал читать цитировать евангелие от я она начал 2 глава дальше стихотворение ничего не забыл думаю не очень повредило вот так храме физически плохо что делать я и проверять не проверял вы читал про этого запах ладана и животных совсем не переносит свинья она не может вот весь ответ тут грех а курил тебя ничего нету да и вот так то ну вот и все плохо ну и что что плохо еще это для комфорта пришел я хочу чтобы комфортно было да ты не туда попал ты должен в предбаньях в аду быть радуйся что бог дал и благодарящий бога лучшего места нету как златоуз говорит тут ангелы воспевают а тебя не нравится как это может быть сразу этих людей осаживать нам не нравится там тяжелый так ну и не ходи иди в театр но результат то будет поэтому тут никто никого не насилует насильно мил не будешь даже если ладан тебе не нравится ну и что голова закружилась ну закружилась головой об стенку стукнешься опять выпрямишься ну и все ничего нету пустое не туда попал ошибку можно выправить выходить дверь закрой за собой больше не приходи не надо тут зря вонять вот где запах то грехи а то тут у нас недавно один приезжал и ему тут плохо было а сам курит выходил даже во время богослужения курил я не знал я бы тут принял какие-то меры такое зловоние табачное но еще не сделаешь упустили возможность дух который в человеке не соответствует тому духу который в храме да и все тебя никто сюда не звал ты иди там где тебе приятно будет но знаю конец будет по делам твоим ты не хочешь сказать у тебя было хорошо не насилуешь да нет значит и не раб праведности араб прихоти а вот если тебя бросить сейчас какую-то камеру и дышать не чем ей люди как в тумане и ты еще не скажешь иначе с тобой что-то сделает то что и говорить нельзя я испытал все это поэтому научись принимать то что есть и считает от то что есть за лучшее что бог мог избрать тебе но я думаю еще не надо надо просто молиться и стоять что плохо то ты за столом сел тебе плохо а обед один раз дают в день ты же не будешь за следующие дня ждать ты стану бы же так крошки подбирать это все прихоть и ищет свои нравные соломон это определил одним словом дело не идет или идет неправильно в чем может быть причина но дальше по литвы начал вот святые отцы по разному объясняют слово уныния марка а во это сказать а во марк так объясняет там другое другое добротолюбие жития святых и знаете бренчанинов объясняет я ничего от них взять не могу все не по библии по библии одно терпение вашим спасайте души ваши терпение нужно вам чтобы исполнить что получить обещанное не нравится ну и что не нравится мне дали работу которая мне не нравится руками вычистить туалет ничего переморшимся и ты да знаешь что другим еще где-то хуже другим труднее и в тепле находишься может быть спать езди лечь а может есть даже люди которые тебе сочувствуют а у другого ничего этого нет он гонимый изгой какова причина блудных помыслов и как с ними бороться причина несколько причин первую очередь и сушить источник надо объявить пост это хороший от рассказ есть у николая семеновича лескова невинной пруденции советую прочитать как она на остров сразу и а он за ней прям гонялся она христианка и она говорит ты выполнишь что надо да а там такая пещера была вверху лестницу подставили он залез он долго нет она дня три не давала есть а потом спустила теперь она сделала полок кровать там папирина все тебе надо пожалуйста а тут плов варится без бери что он там залез руками прямо скорее поиста а когда уже наелся обернулся ее нет она уплыла и он на служанке женился и когда мать приехал они уже двойняшек держат на руках невинной пруденции вот и все после молитва замари его и все больше не будет источник на перекрытый вот люди которые в освенциме было похоти него одного не было и в гулаге были никакого мужеложества ничего не было не было он ноги не может таскать а это понятно от чего это источник силы как лев толстой пишет крестивра саната у него это лучшее произведение по этому вопросу советую прочитать хотя и фильм есть но фильм не все отображает один клапан открытый куда деть спорт и блуд больше ничего нету ребенок капризничает и требует новые игрушки что делать это есть такое где-то наше событие было такое если кто с пожилые люди это они уже знают один из таких учителей как воспитывать детей джи бенжамин это вениамин спок в америке и он все это она насчиталась у женщиной книги его покупала смотрела но по книгам не получается все равно требует новую игрушку магазин зашли он на коняшку сел и качается на ней мама возьми но у нее дома коняшка есть а это лучше и она ничего не может сделать и она подошла говорит вот ну как я могу еще сделать он наказывать наказывать нельзя ребенка он только не бить только не бить только не наказывать а какую книжку читали бенжамин аспок говорит так он как раз у нас сегодня в магазине горит пришел тут так ему скажите пожалуйста он вышел в чем дело вот мальчик он с коняшки не слазит так отойдите все сейчас он следит не надо знать какие слова сказать ребенку подошел на ухо пошептал он сразу соскочил их мам пошли домой она до того удивилась вышла на улицу подожди сынок зашла и спрашивает а что вы сказали да ничего не когда сказал сейчас не слежишь я тебя сейчас комнату заведу я тебе так кодиру тебя ты на задницу неделю не сядешь-то а учил то не бить вот и весь сказ драть надо чаще и у нас ни у кого не было десять детей десять будет еще раньше умерла двенадцать было и никогда не было чтобы что-то кто-то хотел как это хотел и ни одной игрушки ни у кого не было вообще игрушек не было мы работали пололи ягоды собирали я сусликов ловил а чтобы игрушка была какая-то футбол был а дальше у меня турнике разные канаты на деревья лазить нырять я же террористом хотел быть я должен быть как живщик подвижный и никаких игрушек ни у кого не было ни одной вообще ни одной игрушки не было одна мне рассказывает это нашего возраста и она говорит мама пойдет подтяжки свои бросит меня маленькая чурочка была я целый день ими играю подтяжки чурочка там не сожгли баловство это игрушки все этим они интересны сейчас добрать больше и не давать а когда одумается тогда так вот давай каждую игрушку бери и там расскажи сколько она стоит где надо работать и кому-то подарить я как-то прохожу храму только на свою улицу повернулся на никитина а девчонки в кустах кустики тут около тротуара и они играют разные такие маленькие посудинки там песок насыпает одна продавщица и все это она стоит на страже я только за поворот вывелся так и считать от ас от ас она мигом раз все закрыла подкрывала у нее есть и стали стоят разговаривать как будто они не торгуют вот точно как торговки они все знают им интересно я иду оба не уже опять раскрыли после меня опять играют она торгует отвешивает и ребенок рядом он смотрит учиться косить пошли ему маленькая литовка коса он ей делает по росту ему давали так и было он все умеет делать вот смотришь монголы а какие игрушки-то никакие он заворачивает на верблюде ездить на этом про игрушки-то никто и не знал что насчет играть надо жизнью настоящей жить игрушки они вообще вредные они не нужны вот он сидит там собирает где-то у нас приезжает один как учители я не брошенные игрушки валяются это деньги никогда не брал не в детский лагерь заводил для маленьких которые как-то копаются там в песочнице то ну дал что-то они щепки поставят там крышу из коры сделают из подручного материала им интересно вот так не хотят и другой повадили баловство как у федора карамазов федор карамазов говорил драть надо русского мужика вот и весь сказ так и ребенка чаще наказываешь что последствия утешать и когда наказываешь невзирая на его крики аллилуйя